Вести УРО продолжают совместную акцию с благотворительной организацией РУСФОН, цель которой помочь больным детям. Сегодня история Паши Кузнецова. У него врожденный порог сердца и все-таки у мальчика есть шанс зажить полноценной жизнью. Саркосик? Нету. Настольные игры максимум, что ему позволено. Все активные и подвижные развлечения 10-летнему Паше Кузнецову врачи запретили категорически. Полгода назад у него выявили врожденный порог сердца. Мне так хотелось не выжить, но мне мама не разрешила. Я в редких случаях хожу на каток. Там я просто между клюшки могу просто ногами вот так вот начать тормозить. Я бы ходил в самбо, на футбол, ходил в школу на физкультуру. Врачи выяснили, что у Паши в сердце открыт артериальный проток. Подобные заболевания возникают, когда у ребенка сохраняются функционирующим кровеносный сосуд, который был необходим для внутриутробного развития. Но после рождения это приводит к изменениям кровотока между аортой и легочной артерией. В результате повышения давления в легочном кровотоке это приводит к повреждению легочной ткани и развитию сердечной недостаточности. Если вовремя не закрыть проток, то сформируются необратимые последствия. Помочь Паше может проведение эндоваскулярной операции. Ее врачи готовы сделать бесплатно. Но прежде нужно приобрести оклюдер, устройство, которое закроет артериальный проток. Его стоимость 194 тысячи рублей. Для Елены Кузнецовой, которая одна воспитывает двоих детей, эта сумма слишком велика. Страшно не то, что сейчас, да, сейчас я его по максимуму берегу. Страшно то, что может быть завтра. Почему? Потому что любая болячка, она может принести такие последствия, такой урон нанести по здоровью, по Пашиному. Я боюсь представить. Помочь Паше Кузнецову может каждый. Для этого нужно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения 75 рублей. В ответ вы можете получить сообщение с просьбой подтвердить перевод. Если этого не сделать, деньги до получателя не дойдут. Валерия Белякова, Екатерина Журавлева, Дмитрий Кузнецов. Вести Урал.